Цены, качество, количество. Эти три составляющие оказались в центре внимания первых лиц области. Речь идет о сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный. Именно эта столь популярная среди жителей ярмарка оказалась в центре внимания инспекционного рейда. Сколько весит самый большой ровенский арбуз и на что пожаловались дачники в следующем репортаже. У нас черенок от лопаты втыкаешь в землю и растет. А что говорить уже джипница, шароскобус. Хорошо разваривается и тает во рту. Так о картошке из Болтайского района, говорит владелец хозяйства Андрей Подлепалин. Вот уже 20 лет он приводит в Саратов эту домашнюю продукцию, всегда учитывая пожелания своих постоянных покупателей. Пользуете спросом? Естественно, закрутка, томаты, баклажаны, перец, ну и картофель. Район, обратите внимание, экологически чистый. Кушайте, наслаждайтесь. На сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный огромный выбор не только овощей, но и молочной, мясной, рыбной продукции. Кусок говядины здесь стоит около 200 рублей. Овощи, и мясо берем, и макаронные изделия. Ну все берем. Все, что, как говорится, кушаем. Перец, хлеб самойловский. Очень нравится нам хлеб самойловский. Качество товаров хорошее, ценовая политика устраивает. Самое дешевое, в воскресенье, в два часа, в час, в два. Как раз в выходной, проверить цены, качество и количество продукции, приехал губернатор Саратовской области. Первым делом отправляется в ряды с овощами и фруктами. С ровного? Молодцы. Сколько весом один арбуз? Один арбуз килограмм на 13, на 14. На 13,14? Да. И дыни тоже в ровном такие? Да, я тут дынь. Ты смотри. Молодцы. Не пропускает мимо ни одну торговую палатку. Даже за территорией рынка успевает пообщаться с каждым дачником. Они и пожаловались главе региона, что вынуждены торговать на задворках. У нас есть Кировский район. Населений много. В Раховском рынке нам мест нет. В Крытом рынке нам мест нет. Только платный, понятно. И ценой. А если и предоставляют место на самом рынке, то с малой проходимостью. Глава региона поручает в кратчайшие сроки решить этот вопрос. Мы еще вначале ставили приоритет подачникам, чтобы создавать условия. И не первый год. Сегодня как никогда урожай. И если у нас опять это все будет на задворках, ничего у нас не получится. И дачами никто не будет заниматься в перспективе. Не передадут это по наследству, потому что это никому не интересно. А все хотят экологически чистый продукт. Поэтому жестко сказано министру, зампреду, директору рынка, создать условия на этом рынке в юбилейном. Переедут дачники в сам рынок уже через неделю. Для них здесь обещают отвезти специально оборудованный торговый ряд. Денис Титаренко, Полина Попенец, Максим Пустовалов, Саратва 24.